Здравствуйте! На библейский портал Экзгет пришел вопрос. Зачем нужно закрывать зеркала в доме, где умер человек? Очень хорошо о всех этих суевериях сказано у пророка Исаии в его книге в 8 главе. «Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Господа Саваофа, его чтите свято, он страх ваш, и он трепет ваш». Действительно, когда человек боится каких-то явлений потустороннего мира, каких-то духов, явлений душ усопших, он очень уязвим для падших духов. Вот этот страх свидетельствует о том, что он не живет в Боге, что он не защищен, что он не понимает, как благодать Божия защищает человека. Поэтому, конечно, весь этот страх, он совершенно нам, христианам, не нужен, он чужой. Не нужны все эти суеверия. Не нужно ставить стакан с водкой и накрывать его черным хлебом покойнику. Он не ест, а не пьет уже. Ему нужна молитва. К сожалению, когда люди не умеют молиться, в том числе не умеют молиться за усопших, не имеют этого навыка, они пытаются свою помощь усопшему заменить чем-то еще. И погребение, поминовение усопших окружено, мне кажется, самым большим количеством суеверий. Вот я помню, как во время одного из погребений, которое я совершал на кладбище, могильщик очень строго на всех посмотрел, сказал, что надо кидать обязательно по три горсти и только левой рукой. Ни в коем случае не правой. На мой вопрос, почему, он был очень удивлен, что священник не знает таких вещей, но объяснить он этого не мог. Но удивительно, что все стоящие люди, они выполнили это безумное требование. А вот если бы эти люди имели молитвенное предстояние Богу и имели бы сладость знания этой сладости молитвы, в том числе об усопшем, конечно, это было бы абсолютно им все равно. Как кидать, какую руку кидать, сколько горстей, это не имеет никакого отношения к загробной участию усопшего. Продолжение следует...